Всем большой привет дорогие друзья вы смотрите фифа прогноз последний выпуск фифа 18 слава богу Александр Тикерёв со мной сегодня в студии Саня сегодня мы с тобой играем что правильно матч прощание российский пример лиги а кто именно давай анонсируй я думал не этими командами придется прощаться но тем не менее Спартак Ростов Карпин против Карреры команды которые давно не могут победить Ростов который три матча подряд до этого не считая Кубка России играл в ничью Спартак который умудрился сыграть в ничью в дерби и опять не забил с игры команды с проблемами но команды за которыми очень интересно будет посмотреть к букмекерам ну конечно вот ребята из букмекерских контор считают что Спартак очень сильно явный фаворит потому что будет играть на открытии арене но это все чушь собачья как мне кажется букмекеры дают в целом на Спартак 1.85 разбег небольшой 1.86 это 1xbet 1.84 винлайн все остальные по 85 на Ростов коэффициенты просто какие-то неимоверно бешеные огромное желание закинуть туда соточку просто для прикола 1xbet дает самый жирный 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 коэффициент 5.15 но это очень много с учетом что Спартак в этом сезоне дома проиграл даже Ахмату камон даже Ахмату ну о чем говорить Ростов вполне может победить также 4.88 дает винлайн и по 4.95 это Лига Ставок и Олимп ничья колеблется от 3.33 до 3.37 у Олимпа в целом достаточно интересные коэффициентики даже на ничейный исход этой встречи но я говорю что мне вот интереснее в этом матче будет поболеть за Ростов и закинуть даже может быть свои кровно заработанные но мы все прекрасно знаем то что на этом матче будет у всех одна и та же кричалка попробуем сказать вместе из двух слов готов давай давай Валера верим поехали Спартак Ростов открытие арены и куда попер ты эй о голос сумоед лёв седой молодой человек Фернандо навешь штрафную площадь удар головой и мяч на сетку опускается к счастью блядь Илюшеньки Абаева Хани Илюшенька Абаев то делает дела Ещё раз вешаем Дальний Джики Ещё одна перекладина Куда уж столько-то Господи Что происходит мы не можем выйти из своей штрафной Напор точнее на пылок Чё сказал Ну Ооооо Вынимай Вынимай Прекрасно Это же Ионов парень который любит поездить за рулём Доехал он до штрафной площади и пробил! Точнёхай. Прям так же точно как разработчики из Канады сделали ему геймфейс из кихи Аначо, если ты понимаешь, о чём киличи и не опасно. Я тогда знатно орнул. Сюда не удар поворотом и гол! Вот так бы в жизни было, а то от него толку-то никакого нет. Да что это было? Вот опять абсолютно никакая игра в цепь. Удар хороший. Каня пуст страшный у него. Да уж. Чё это? Чё это? Упасный штрафной. Штрафной. Ты всё равно не попадёшь. Я попытался это сделать. Ты попал. Беру свои слова обратно. Я ненормально. Ха-ха-ха. Ой, как с лёта пробил голки-то просто вот. А-а-а. Такая игра у нас интересная просто. То, что голы забили, тоже хорошо. Да. Первый тайм подошёл к концу. И так статистика. Двенадцать три, четыре, два. Да ладно. Я впервые по владению первым. Это неплохо. С учётом, что я сейчас играю просто выбивая мячи подальше, это всё абсолютно логично. Ну, не моя схема вот этого с пути защитника. Мне абсолютно неудобно играть при таких схемах. Что за Уфу, что за ЦСКА, что за Ростов. Да много у нас команд в премьер-лиге сейчас используют эту, скажем прямо, оборонительную схему. Обязательно это протестим. Мог бы быть, хороший гол. Ну, Поршевлюком пробивать в дальний угол с нерабочей ноги, конечно, не самая логичная затея. Ты надо по защитникам. Максим Мянко хорош, прям удары по центру забирает, красавец. Чё это вы удумали? Голы забивать, что ли, захотели? Эх, ну-ка, нет. Не в мою смену. Максим, на выходе играть, красавец, просто машина. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. А вот и моя перекладина. Это моя перекладина. Ну, что такое? Парни, давайте соберёмся. Моментов просто море. Реализовать один надо. Серьёзно, ему не стрёмно вот с таким, с пробитием? Не пробил. Игра потихонечку приближается к своей финальной точке в виде свистка главного арбитра, который... Гусеница сбита. Да. Движение невозможно. Вот не умею я бить штрафную. Ну, попал, попал в ствол. Стук пробить по центру низом. Много ума не надо, знаешь ли. Знаешь, многие этого не могут. Ай. Мне очень нравится, когда игрокам моей команды достается по ногам, я чувствую вибрацию в джойсте. Канадцы решили, что я так почувствую всю их боль. Видимо, немного там познания о футболе. Были бы у меня какие-нибудь, я не знаю, носки, которые передают мне все удары. Тогда да, я... Куда вот? Что это за подача так? Что это было? А я не понял, честно говоря. Кто там бил? Я мяч не вижу, честно. Вообще не вижу. Так, что? Последняя атака, может быть. Вай, 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 вай. Ну так гусеницы-то срывать нельзя. Я думаю, все. Это окончание матча уже. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Ну, проверил. Посмотрел. Интересно было? Было. Опасно было? Нет. Ну ладно. Спартак-то, печенек, все правильно. Все. Справедливый исход. И вполне себе реальный. И даже, наверное, некоторыми людьми ожидаем. Да. Вот на этой нейтральной ноте, наверное, стоит и закончить с российской премьер-лигой типичный для нее счет. Ну, если не брать в расчет матч не Спартак, а Локомотив-Зенит. Ну, давай. Это все-таки вот эти очень прекрасные исключения, которые все-таки иногда происходят. Не будем им брать в расчет. Я прям изумляюсь в жизни. Я прям хочу ему отправить и сказать, братан, ты так умеешь. Но это не точно. Да. Итак, все. Мы прощаемся с российской премьер-лигой. Мы прощаемся с FIFA 18. И уже на следующей неделе мы с вами будем знакомиться с таким явлением, как FIFA 19. Посмотрим, как Криш будет пытаться забить хотя бы тут. Нормально. А не с того, что ему прямо вот создают. Ладно, не надо про Криша. Не надо. А то в комменты набегут. С вами была программа FIFA прогноз. Роман Полинсков. Александр Дегтярев. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok